Всем доброго дня! Поступили вопросы, чем я обрабатываю розы в период дождей и обрабатываю ли их вообще? Сразу отвечу, конечно, розы свои я обрабатываю. После 40 градусной жары пришли дожди, тепло, влажно, в такой среде прекрасно развиваются грибные заболевания, пятнистость, мучнистая роса и прочее-прочее. Нашим розам нужно уделить в такую погоду особое внимание, ну и, конечно, другим растениям, цветам, которые подвержены болезням в такую погоду. После дождя надо провести обработку от болезней обязательно. Дожди идут с перерывами в 2-3 дня, поэтому надо успеть обработать розы в этот промежуток времени, пока нету дождей. В этом сезоне профилактику от болезней провожу в основном биофунгицидом, фитоспорином. Развела фитоспорин по инструкции, у меня паста. Развела ее в теплой воде из колодца. В водопроводной и хлорированной воде не рекомендуется разводить фитоспорин, так как хлор губителен для микроорганизмов, находящихся в составе фитоспорина. Полученный маточный раствор храню в стеклянной банке в темном месте. Для обработки беру 1 столовую ложку маточного раствора на 10 литров воды. Получаю рабочий раствор. Обработку провожу вечером. Обрабатываю не только розы, но и гортензии, клематисы, многолетники и особенно флоксы. Они очень подвержены болезням. Обработку провожу по сухому листу, то есть не сразу после дождей, жду, когда листья просохнут. Обычно в течение сезона обработку фитоспорином или другим биопрепаратом рекомендуется проводить часто, то есть один раз в неделю. Это, конечно, более хлопотно, чем обработка химическими фунгицидами, которыми мы работаем два раза в месяц. Но обработка биопрепаратами намного безопаснее и для нас, и для окружающей среды. Тем более, что в саду по соседству с цветами растут ягодные культуры. Вот сейчас созревает ежевика. Рядом растут розы, гортензии. Скоро инжир начнет созревать. Поэтому опрыскивание в этот период только биопрепаратами. Многие считают фитоспорин неэффективным. Но мы видим розы, которые обрабатывались еженедельно именно раствором фитоспорина. А это герань. Заметила на ней мучнистую росу, которая быстро развивалась. Листья потускнели, растения ослабли. Такого у меня не было. Считала герани беспроблемными и устойчивыми растениями. Обработала фитоспорином один раз, но прежде удалила все поврежденные листья. Через три дня заметила результат. Кустики ожили, листья стали яркими, здоровыми. На сегодняшний день все кустики восстановились, здравствуют и даже пытаются цвести. Вот так коротко ответила на интересующий вас вопрос. На сегодня у меня все. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. До свидания.